Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемый радиослушатель. В эфире «Утро на Болткоме». Сегодня его проведу я, Артём Липин, за звукорежиссёрским пультом Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях, как уже привычно по скайпу, представитель благотворительной волонтёрской общественной организации «Паллец Майя» с Inno Survivor. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, если у вас есть какие-то вопросы. Кроме того, можно писать по WhatsApp 2-300-6191. Ну давайте вначале начнём для тех слушателей, кто не знает вообще об этой организации, хотя из названия, конечно, уже многое понятно, но тем не менее. Организация «Паллец Майя» создана для того, чтобы помогать тем, кто в пандемию коронавируса не может выходить из дома, правильно? Да, это правильно. Может быть, прежде расскажу немножко, как она появилась, эта организация, потому что она очень новая. Мы созданы только две недели назад, потому что мы были 8 профессионалов, которые участвовали в Хакатоне, чтобы найти, как решать вопросы пандемии. И у нас была эта социальная цель – помочь людям, которые должны остаться дома. Так что наша организация очень молодая, но очень-очень быстро растёт. Да, я слышал, что у вас около 200 волонтёров уже есть в организации, и, видимо, набирается всё ещё новые и новые люди приходят. Уже 350. Уже? Ничего себе, как быстро, всего за пару дней. И ещё-ещё появляются, да? То есть вы очень активно набираете количество. Да, волонтёры к нам приходят очень быстро и много, но, конечно, есть места в Латвии, где их не хватает. В Риге много, но есть такие места, где мы ищем сами уже, приглашаем людей. Например, какие места, где их хватает? Есть места, где вообще нет, но есть такие места, где запрос больше, чем волонтёров. Потому что надо понять, что волонтёр – это работающий человек. Это не человек, который только волонтёр, да? Например, у нас, да, у Гаупилс такая ситуация, у нас нет в Балвии, у нас нет много волонтёров. В Риге плявные, Кипурциемс. Люди хотят, чтобы им помогали, но немножко нам не хватает сил. Так что, если кто-то слушает нас из этих мест, мы вас приглашаем. Плявники, Пурциемс и города Балвии, Далговпилс. Ну, давайте тогда сразу, раз мы разговаривали, если человек хочет стать волонтёром, что ему нужно сделать? Он идёт в наш сайт. Сейчас у нас очень легко, можно уже идентификацию делать интернет-банком, уже, как мы привыкли, везде уже, и это мы сотрудничали с Манобалвс, и вы должны прочитать все рекомендации, потому что у нас очень важно, чтобы была безопасность, безопасность волонтёров и безопасность людей, которые просят помощь. Так что, прочитаем сначала всё. Есть у нас сайт тоже по-русски, так что можно читать, читать уже и вашу заявку ставить там. И тогда он уже потом на имейл ему присылают код, и это всё делается в аппликации по городам. Сейчас по городам и по обществам в Риге. Ну да, вот я как раз зашёл на сайт, и я вижу, что есть отдельно прописанные, ну, так называемые, вадуины, то есть какие-то основные тезисы по этике и по самой, собственно, работе. Может быть, давай тогда начнём с самой работы. Что входит в обязанности волонтёра, и есть ли какие-то, может быть, ограничения с тем, кто может стать волонтёром? Ограничения, конечно, первое – здоровье. Если вы были в контакте с каким-то, кто болен с коронавирусом, или вы думаете, что вы сами больной, или температура, конечно, мы не делаем тогда никакую работу. Второе – конечно, возраст. Потому что сейчас это ограничение 16 лет. Как у нас по закону добровольцы могут быть 16 лет. У нас звонил активный мальчик, 12-летний, мы сказали, чтобы тогда родители регистрировались, и он может идти тогда с мамой или папой. Но помоложе сейчас мы, ну, как бы не можем. А старше, то есть верхнего порога нет, неважно, там, 70-80 равно? Ну, нет, но, конечно, вы понимаете, если вы сами в группе риска, тогда уже лучше не надо. Но то, что у меня было такое удивление, что я думала, что это молодые люди только будут, да, добровольцами работать. Но это не так. Очень много тоже пожилых людей, которые понимают и хотят помочь другим. Так что, если мне надо было, ну, как бы сказать, портрет волонтера, даже не могу сказать. Это просто человек, у которого сердце открытое. Хорошо. И тогда вот в обязанности волонтера, конечно, немножко ознакомился. Насколько я понимаю, значит, волонтер должен позвонить человеку, которому он собирается помочь, и дальше выяснить, в чем именно нужна помощь. Да. То, что я должна сказать, у нас принцип закрытых дверей. Для безопасности. Никогда к вам не придет волонтер, только с покупками, да. И у нас очень важный принцип человечества, да. Волонтер всегда должен позвонить, спросить, какого хлеба купить, какое молоко. Мы уже знаем, что происходит, если бабушке купим не такой хлеб, который нравится, да. Всегда это по-человечески поговорили. Потом волонтер пошел в магазин, и человек уже знает сумму покупков, и он может ставить за дверей. В банке, например, положить деньги, да. И тогда, когда уже волонтер уходит, да, он забирает покупки и помахал с рукой в окно. Ну, я знаю по себе, у меня у самого бабушки живет в Риге, я ей как помогу-помогаю. Я сам знаю, что многие пожилые люди, они очень щепетильны в вопросах, скажем, денег, и они хотят оплатить зачастую, если проблема, почему они обращаются к волонтерам, она не в деньгах, а именно в опасности здоровью, то они зачастую хотят оплатить, попросят чеки и так далее. Вот вы с этим сталкиваетесь? Мы сталкиваемся с том, что люди рады, что кто-то помог. Они открывают двери, бегут с конфетами. Это нельзя, да. Дистанцию соблюдаем, двери... Ну, открыть можно, конечно, если вы чувствуете, что вы хотите, но можете не открывать, да. Так что у нас есть эти рекомендации по этике, которые тоже должны соблюдать волонтеры. Они деньги и материальную, никакую-то помощь конфетки не берут, да. Если... Ну, это в другое время, вы можете дозвониться, когда что-то все кончится, и конфетки дать, да. Ну, да. Ну, то есть, есть еще такая, не знаю, не проблема, но особенность зачастую, я тоже таким сталкивался, когда, вот вы говорите, им нужен какой-то конкретный вид продукта и другой ни в коем случае. У меня обычно бывает так, что когда у меня тут бабушка, она просит взять подешевле, попроще, потому что экономит чужие деньги, ну, в данном случае мои. Вот если такое происходит, вы следуете тому, что просят люди, или предугадывая, что это просто их какая-то, не знаю, скромность, старайтесь брать сера, она тогда получше. Или что сказали, то и берете без исключений. Ну, конечно, надо брать то, что люди просят, например, кому-то могут быть какие-то аллергии или что-то такое, но то, что я уже заметила, что волонтеры иногда покупают сами что-то, как подарок, да, у нас была женщина в самоизоляции, которая, потому что это не только престарелые люди, конечно, которые просят помощь, она была в самоизоляции с дочкой, и тогда уже волонтер, например, печеньки купил, да, и положил эту сумку. Сейчас мы тоже работаем с Рими, и мы хотим уже начинать помогать людям, которым вообще нет денег или нет пищи, потому что мы видим, что есть много уже ситуаций, когда человек, как сказать, выпадывает из системы, да, но мы еще это не начали, нам надо понять немножко, как мы это будем делать, но могу сказать, что уже скоро будет. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира. Вы, опять-таки, я не знаю, может быть, ситуация изменилась с количеством людей, но в одном из интервью вы говорили о том, что в некоторых городах и в районах Риги, наоборот, обратная ситуация, что волонтеров намного больше, чем людей, которые просят о помощи. Это все еще проблема или уже вы достаточно расширили круг помощи? Это вопрос немножко другой. У нас есть много волонтеров, но у нас мало запросов. И я думаю, что это что-то в мышлении людей. Мы боимся спрашивать помощи, мы боимся чужих, но это не чужие, эти люди, которые в вашем городе живут или в вашей окрестности. Это, может быть, такое мышление, что мы хотим бороться сами. Но сейчас ситуация такая, что люди хотят помочь от своего сердца и надо просто открыться им. То, что мы делаем с волонтерами, мы клеим плакаты. У нас есть плакаты и по-латышке, и по-русски. Они ходят, и сейчас Рига с нами, например, 10 тысяч плакатов повесили в своих домах. Но если кто-то может тоже это делать, и у нас, как сказать, сейчас больше проблема достичь людей, а волонтеров у нас уже достаточно, например, в некоторых местах. То есть есть какие-то волонтеры, которые, зону говоря, простаивают, потому что нет людей? Да, они даже звонят. Они говорят, например, из Тукумса, мне звонил парень, он говорит, как это может быть, что в Тукумсе никому не надо помощи, и это не может быть, и я тоже думаю, что не может быть, но вопрос, как достичь людей, чтобы они верили друг другу, потому что это и вопрос веры. Давайте тоже, ну, если нас кто-то послушать, кому нужна помощь, чтобы это было сказано, если человеку нужна помощь, как ему вас найти? Во-первых, он может звонить по номеру, номер 25 661 991. Там операторы говорят по-латышски, по-русски и английски. Конечно, если вы говорите только по-русски, чтобы легче было волонтеров, вы можете спросить оператору, чтобы он отметил, что вы только говорите по-русски. Но потом уже это все заходит в нашу систему, и волонтер уже видит, что он может сделать или что нет. И можно тоже в сайт зайти, наш palets.majas.lv, и там тоже можно заявку сделать уже те, которые работают с интернетом. Да, в общем, если вам нужна помощь, не стесняйтесь, пожалуйста, звоните, пишите, я уверен, что организация palets.majas с большим удовольствием вам всем поможет. Может быть, немножко забегая вперед, потому что сейчас еще до этого далеко, но тем не менее, рано или поздно хочется верить, пандемия закончится, и чрезвычайную ситуацию отменят, и будем жить уже, ну, не как по-старому, но более близко к тому, как мы привыкли. Вы уже задумывались о том, что будет сделать организация после этого, или это пока еще не вопрос актуальный? Да, мы думаем, конечно, мы думаем, и мы видим себя, ну, год точно, потому что сама идея помощь соседов, помощь ваших людей, которые живут в вашей окрестности, и надо понять, что ситуации такие социальные, экономические, где людям нужна помощь, будут больше и больше, может быть, это не будет принести пищу, принести покупки, но это может быть какая-то другая помощь, присмотреть для детей, это может быть, например, если у кого-то есть какая-то вещь, кому-то надо и меняться с вещами без денег, потому что надо понимать, что экономическая ситуация так быстро не закончится, как пандемия, так что мы, конечно, видим, как мы будем развиваться, но пока мы работаем на этот приоритет, и думаем, что больше будут волонтеров в нашей системе, они уже потом тоже могут эти активные люди между собой сотрудничать и работать уже потом тоже. А вы как-то сотрудничаете с другими благотворительными организациями? Я знаю, например, есть BeKindLV, которые, собственно, очень похожими вещами занимаются, есть и другие волонтерские благотворительные организации. Какое-то есть между вами сотрудничество? Ну, я сама каждый день я много часов провожу, я звоню этим организациям и спрашиваю сотрудничать. У нас есть партнер, например, в Латвии то, что они делают, они уже, как бы сказать, следующий уровень, потому что они могут заходить в дом. Если у человека есть, например, какая-то нужда, что в доме что-то надо помочь или, например, надо взять документы, пойти за медикаментами, мы это не делаем. Мы можем только, как я сказала, до дверей, но тогда уже мы можем этого человека, как бы сказать, в эту организацию дать контакты, и они уже работают дальше с этим человеком. Так что, то, что я вижу, это мини-организация, мы, если сказать, платформа, где все могут быть, потому что самое главное нам, чтобы все люди знали телефон, потому что организации, они работают в своих кругах, с тем, к которым они привыкли. Но сейчас такое время, что мы не должны потерять никого. Так что, мы всех приглашаем сотрудничать, это не так, что это ваше, наше, это все наше, латвийское. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, а можно повторить еще раз телефон? Я не успела записать. Телефон организации Павел Исмайз, платформа Павел Исмайз, 25, 25, 66, 66, 19, 19, 91. Большое вам спасибо, всего хорошего. Спасибо вам. Ну вот, видимо, на одного человека, на один запрос у вас будет больше. А вы говорите, что вы звоните другие организации, а пока никто, кроме самаритян, не откликнулся, или это просто не такой быстрый процесс? Это не быстрый процесс, потому что надо понять, что люди уже работают, и они заняты. Я уже, ну, я понимаю эту ситуацию, я знаю, что много волонтеров, которые тоже и в других организациях работают, но мы не смотрим это так, мы не делим волонтеров. Он просто волонтер, он в нашей системе, и мы рады ему. То, что у нас важно сейчас работать с организацией, которые работают в регионах, чтобы они знают своих, как сказать, клиентов, своих аудиторий, и они могут дать информацию про телефон, да, и тогда уже нам тоже легче, да, так что мы не видим это как такое, ну, как бы системную работу, как более, ну, импульсивную. Да, напоминаю, что у нас в гостях по скайпу представители общественной организации Паллес Майес, Инна Сувайвор, организация, которая оказывает помощь людям, которые не могут выйти из дома, вот в такой ситуации, собственно, в этом состоит призыв названия организации Паллес Майес. Телефон напрямую в эфир, если у вас есть, что спросить, 672-12-93-9, 672-13-93-9, и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Волонтеры, когда они приходят, вы у них как-то интересуетесь, что их мотивирует этим заниматься? Ну, просто интересно, вот человек, который решил, наверняка же что-то побуждает, это не просто так. Ну, как я сказала, я работаю в своей нормальной жизни в другом, в другой организации, которая помогает людям в других странах, и, конечно, этот вопрос про которого я думала и думаю много сама как человек и как профессионал. Я могу сказать, что пробуждает человека, если он понимает связь с собой. Если есть бабушка и дедушка, тогда он уже понимает, что может быть, есть кто-то другой, бабушка и дедушка, но он одинокий, и он уже у него появляется мотивация, да, так что я думаю, что мне ответ пока такой простой, я думаю, что есть люди, которые помогают, они помогают всем, собакам, людям или соседам, но есть, которым все будет всегда плохо, да, и тогда, я думаю, те никогда не будут добровольцами. Ну, то есть, это такой некая, условно говоря, наивность и цинизм, которые соперничают. Да, может быть, так тоже можно сказать, но я думаю, что это, да, такое мышление, ты понимаешь, что ты, у тебя есть место в своем сообществе, и ты занимаешь какое-то активное место, или ты просто ждешь, когда кто-то сделает за тебя. Это мы видим тоже на улице, я живу сама, лимбожи, иногда есть, например, не знаю, там, бутылки, да, на земле, кто-то всегда поднимет, кто-то всегда пойдет мимо и никогда не поднимет, да, так что я думаю, что просто есть люди, которые видят себя как часть своего общества, и те, которые нет. Еще один телефонный звонок, да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, волонтерность, вот по-моему, это такая, необходимость, то есть у человека, скажем так, большое сердце, и он хочет им с кем-то поделиться. А сталкивались ли вы с такой ситуацией, что вы приходите оказывать человеку помощь, то есть волонтер, он тоже человек небогатый, наверняка, скромный, и оказывая помощь вот этому человеку, которого оказывают, он видит, что он злоупотребляет, то есть ему не нужно столько помощи, а такие же люди тоже существуют? Спасибо за вопрос, но вот как раз-таки заглядывая в более циничную сторону, нет, пока еще никто нам так не говорил, потому что, как я сказала, мы верим людям, но мы, конечно, всем и добровольцам, и тем, которые просят помощь, говорим, если вы это видите, что кто-то может злоупотреблять эту помощь, конечно, звоните нам и говорите, потому что мы в системе все видим, мы в системе видим, какой волонтер забрал какой запрос, да, потому что телефон человека, которому нужна помощь, он не появляется везде, его видит только тот волонтер, который забрал, да, этого вопроса, и так что мы можем уже найти очень быстро тех, которые злоупотребляют, и тех, которые, может быть, не дают эту помощь в несколько дней, да, тогда мы уже звоним и спросим, что это такое, потому что у нас есть принцип, мы сказали, что волонтер вам будет звонить в течение 24 часов, да, конечно, мы не можем волонтеру сказать, мы, как бы сказать, не delivery service, да, мы не те, которые, мы не болт и волк, да, мы, конечно, волонтеры, которые, когда есть время, тогда мы можем помочь. Но, то есть, вы имеете в виду, что если вы видите, что человек, не знаю, каждый день просит по огромному мешку еды, то, наверное, это что-то странное, то, что мы видим, конечно, да, что люди спрашивают, люди, интересно, не спрашивают очень большие мешки, потому что, то, что мы видим, что престарелые люди, они привыкли ходить понемножку, во-первых, они не могут принести, конечно, много, да, и они, может быть, хотят свежее, так, и это тогда уже человек, он где-то два раза в неделю хочет, чтобы ему принесли что-то свежее, да, так что не надо тоже тревожиться, что это будут очень большие покупки, деньги большие, которые вы должны вложить, там, кто-то будет вам их отдавать или нет, но мы видим, что, да, это такие, ну, небольшие, небольшие запросы. А есть какой-то, ну, минимальный порог, то есть, ну, вряд ли можно позвонить и попросить, чтобы вы принесли, ну, не знаю, один какой-то продукт, одну буханку хлеба, наверное, вы просите сразу побольше, чтобы заказывали? У нас сейчас принцип, что мы никому не говорим нет, это очень важный принцип, по-моему, чтобы мы, тогда мы понимаем, ну, если кто-то каждый день это звонит, ну, тогда есть там какая-то, может быть, другая проблема, надо к каких-то институциям привлечь, да, но нет, у нас не было сейчас таких ситуаций, и я думаю, что волонтеры и сам видят, да, если там он не хочет забирать этот запрос, он и эту работу не делает, но я не думаю, что будут так много вариаций, потому что то, что есть, конечно, что я знаю, что другие сказали, что они не хотели бы помочь, не знаю, молодому человеку, который с самоизоляцией, но только престарелым, но то, что мы говорим, что не надо думать сейчас, что мы хотим или не хотим, потому что ситуации могут быть разные, это может быть мама, которая одна дома с детьми и не хочет выходить, например, чтобы, ну, как бы сказать, инфицироваться, усталый медик, да, усталый медик тоже может позвонить, и мы можем принести пищу, это все по-человечески. Пришел вопрос по WhatsApp, какие зарплаты в ваших волонтерских организациях и платформах, кто финансирует эти проекты? Ну, как название уже говорит, мы волонтеры, так что это зарплаты, но это, я думаю, что скоро, может быть, мы будем какие-то, уже найдем, что я должна сказать откровенно, конечно, что в нашей центральной организации иметь где-то, ну, четыре человека, которые уже третью неделю работают по десять часов, да, я уже, ну, должна быть откровенной, чтобы эта вся система работала, надо, чтобы кто-то, чтобы кто-то уже там, как сказать, работал все время. То, что мы привлекаем, мы привлекаем из организации денег, чтобы заплатить, например, за плакаты, да, за систему, которую мы вам платим, за смс и так далее. Сейчас у нас финансировано, финансирование от Рими и Светбанк, да, они сказали, что они хотят попробовать с нами сотрудничать, да, как это все видит, мы посмотрим, но мы сейчас хотим тоже работать на то, что привлечь деньги людям, которые работают, ну, добровольцам, потому что сейчас, конечно, они покупают, например, перчатки за свои деньги, да, но мы хотим найти систему, чтобы мы могли им, ну, как бы сказать, дать перчатки или что-то такое, да. Тогда такое, правда, это просто интересно, я ни в коем случае не хочу там никуда вылезать, но стало любопытно, если вас спонсирует Рим, есть ли какая-то договоренность, что вы стараетесь, и волонтеры стараются покупать продукты именно в Риме, или это никак не обговаривалось? Очень хороший вопрос, это обговаривалось, и мы себя видим, как я сказала, как платформу, мы работаем и с Максимой, например, если вы ходили на наш сайт и видели, что у нас есть, так сказать, новое такое отделение, помочь, помощь медикам, да, и, например, там мы тоже привлекаем всех организаций, корпораций, которые хотят с нами работать. Конечно, мы говорим, что это не время, чтобы, для конкуренции, это время для сотрудничества, так что нет, если вы всегда покупали свой хлеб в Максим, который у вас недалеко, там и доброволец будет покупать. А то есть даже есть возможность попросить волонтера купить именно в каком-то конкретном месте, вот если есть любимое, и вы больше ничему не доверяете, только вот этому магазинчику под боком, то попросить волонтера можно дойти именно туда. Ну, я думаю, что можно договориться, конечно, с волонтером, что он купит тех, не знаю, то, что вам очень-очень нравится, неподалеко, потому что, как я сказала, это человеческий разговор. Если он скажет нет, тогда нет. А вы какую-то обратную связь от людей, которые просят о помощи, уже получаете? Ну, там, хотя бы спасибо или, ну, какую-то, может быть, критику? Пока мы получаем спасибо только, про это я рада. Да, они звонят, например, нашим операторам и говорят спасибо. Потом, если была женщина-инвалид, тоже написала в нашей группе Facebook, она тоже у нас, я могу пригласить вашу, нашу группу Facebook, там уже более трех тысяч людей. И это тоже очень быстро выросло, за три недели от трехсот людей до трех тысяч, да, и там тоже люди отзывы свои ставят, так что, да, пока хорошие люди очень, как я сказала, они рады, что их замечает кто-то, потому что в такое время все сидят дома, может быть, делают, заняты своими делами, своими проблемами, и когда престарелый человек понимает, что кто-то с ним разговаривает и свою помощь дает, он не очень рады. 672-12-93-9, 672-13-93-9, еще есть время у вас позвонить, задать вопросы, у нас в гостях представитель платформы, как мы выяснили, по Лейтс Майес и на Survivor, которые помогают тем людям, которые не могут сейчас выйти и купить себе необходимые какие-то вещи, или вы можете написать по WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Кстати, да, мы как-то в основном говорили про продукты, но, наверное, есть люди, которые просят что-то еще, ну, ладно, лекарства, вы сказали, не можете покупать, ну, какие-то, не знаю, ресурсы, стул сломался, условно говоря, или еще что-то такое, или вы пока сконцентрированы именно на продуктах? Есть некоторые запросы, например, помочь учить детям, может быть, люди работают сами, но пока еще нет, мы сконцентрированы на продуктах, на покупке, еще можно спросить прогулять собаку, но мы видим, что люди своей собачке не доверяют, может быть, или сами хотят прогуляться, да, но у нас есть тоже рекомендации, как это делать безопасно, да, тоже с перчатками, и тоже не открывая дверей, привезя собачку там за дверей, и так далее, так что, если кому-то нужна эта помощь, он себя плохо чувствует, не хочет выходить, тоже можно спросить, да, еще мы хотим работать на, на такое, как бы сказать, друг по телефону, да, но сначала мы сейчас делаем консультации с психологами, потому что, конечно, это, ну, серьезное дело, да, и как это получше делать, но мы видим, что тоже это, ну, как бы сказать, изоляция, она проявляется тоже всякой психологической ситуацией, и мы над этим работаем, но еще никто пока еще не спрашивал это. Еще один телефонный звонок, мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Маленький комментарий. Хочу сказать спасибо большое людям, которые помогают, с тем, которым очень трудно. Я сама медик, я просто почему комментарий, я покупала продукты, например, в Скайе, и когда я расплачивала в Скайе, Кассир спросила, а я немножко удивилась, и, конечно, ну, какой вообще вопрос, один цент, но я еще Кассиру спросила, почему так дешево, ну, то есть, вот, вот, так эти деньги, которые, ну, как бы, я думаю, что-то очень хорошая программа так жертвовать, мне только непонятно, почему один цент, ну, я могла евро, ну, другой не может евро, ну, вот, что она может сказать по этому поводу, вот, они тоже таким же образом, скажем, какие-то денежки, которые, конечно, им нужны, таким образом получают, так я просто хочу сказать, что один цент, я так удивилась, и мне стало обидно, что для медиков всего один цент, ну, когда что-нибудь соберут побольше, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я предположу, что, наверное, имелось в виду хотя бы один цент, все-таки, наверное, это не значит, что если два цента, то сразу запрет. Ну, я не знаю, может быть, как-то хотели прокомментировать эту ситуацию, это, конечно, не к вашей организации, но... Хорошо, я, может быть, расскажу про эту нашу страницу, страницу про медиков. Почему мы вообще ее сделали? Потому что мы видим, что очень много организаций и бизнесов хочет помочь медикам, но это везде по интернету, везде по Фейсбуке, везде, и люди просто не знают, и нет такой связи с реальными нуждами медиков. То, что мы делаем, мы сейчас работаем с больницами, чтобы понять, что точно нужно, например, транспорт. Сейчас люди говорят, что они не хотят ездить, медики с транспортом публичным, потому что там можно, конечно, побыстрее инфицироваться. Например, может быть, очень дешевые авто, да? И мы сделали эту страничку, чтобы каждый, каждый, кто хочет как-то с медиками, ну, помочь медикам, он может заявку делать, и мы будем это все там ложить. Про пожертвования. Мы еще не делаем никакое такое пожертвование, как бы сказать, мы не собираем пока, но мы думаем про это. Но мы более думаем, конечно, про волонтеров, чтобы им помочь, как я сказала, с теми перчатками, с дезинфекцией и так далее, что они сейчас покупают за своих денег, да? Но, конечно, это скоро тоже будет, потому что мы видим, что, конечно, нужд больше, чем денег, да. Ну, вот вы говорили о том, что основной принцип, ну, основной принцип вашей платформы никогда не говорить нет, но второй принцип, который вы упомянули, который мне показался интересным, это принцип соседства, то есть помогать тем, кто живет рядом с вами, неподалеку. Вот как раз в последнее время, ну, скажем, я, например, не знаю своих соседей, где бы я ни жил, я никогда не знал, кто у меня по соседству живет, я знаю, что люди моего поколения, в принципе, ну, так же существуют, а вот люди, которые там постарше, опять-таки, это моя бабушка, она знает всех своих соседей, и это как-то, ну, всегда так было, вот, я так понимаю, что вы хотите вернуть опять те времена, когда мы знали, с кем живем рядом. Да, потому что, конечно, что мы хотим, у нас, как сказать, важный результат не как многого запросов, но как много людей нашли своего волонтера, своего друга, если так можно сказать, да, потому что, что важно, если вы подружитесь с этим волонтером, который вам будет без заявок уже приносить что-то, он будет уже, он будет знать, если, например, бабушка не открывает ваша соседка дверей в один день, да, или не поднимает трубку, мы понимаем, что есть какая-то проблема, да, и это долгосрочно, такие отношения долгосрочные, и это для нас очень важно. Да, ну, вот эта вся ситуация с коронавирусом, она, конечно, обнажила очень много интересных вещей, конечно, недостатков, но и очень много достоинств. У меня многие знакомые пишут на Фейсбуке о том, какие положительные стороны можно найти в этой пандемии, и среди прочего, там, было написано также, о том, многие пишут о том, вот об этом участившемся, увеличившемся желании помогать другим, потому что, ну, и ваша организация, и платформа, и много что других, и организации просто каких-то личных инициатив, помощи остальным. Как вам кажется, когда пандемия все-таки подойдет к концу, вот это желание, этот пыл, он угаснет, или все-таки мы уже настроились на такую помогательную тропу? Я, конечно, бы хотела сказать, что это останется, но я должна быть откровенна, что я работала тоже в такой организации, хочу помочь беженцам, и там мы тоже видели, что когда был кризис, очень много людей помогали, они давали одежду, они открывали свои двери, а потом, когда уже этот кризис кончился, уже это не так активно, потому что, конечно, проблемы тоже меняются, они не такого быстрого решения. Взять покупки и оставить, это достаточно легко, быстро ты это сделал, но если ты должен найти решение для своего соседа какое-то долгосрочное и более... Заняться этой проблемой. Да, тогда это уже, как бы сказать, другой уровень. Но я думаю, что многие останутся, потому что, как я сказала, тот человек, который с открытым сердцем, он всегда такой и будет. Да, ну то есть у вас такое ощущение, что кризисные ситуации, они все-таки провоцируют больше помогать. Как бы вроде как всем тяжелее, но и помогать почему-то хочется больше. Получается так? Да, потому что когда у тебя тяжело, ты понимаешь, что как это, когда другому тяжело. А может быть, есть еще такое ощущение, что когда не кризисная ситуация, то как-то эта ответственность сваливается на государство, на правительство, а когда тяжелое, то начинаешь ощущать грустно себе. Может быть, еще и это? Это тоже. И я могу сказать, что это даже такая философия, которой я сама верю, что мы можем много чего сделать, как люди, друг для друга, все время не спрашивают государство. И это значит, что мы уже созрелое общество, та, которая может друг другу помочь, сами решить, не спрашивать столько. Потому что надо понять, если мы все время что-то ждем, тогда мы уже, как сказать, зависимы от государства. Но это не должно так быть. Должно быть, что человек сам может жить, достаточно независимую жизнь. Ну да, то есть как-то проактивно решать проблемы, а не ждать. Ну вот уже так, ближе к концу разговора, зашли просто на такую тропу, тоже интересно, насколько тяжело вообще зарегистрировать благотворительную организацию, и есть ли какие-то сложности, вот именно с такой бюрократической точки зрения, которые пришлось решать? О, нет, у нас было очень быстро, и мы очень рады, что это было где-то, ну, два дня, потому что мы примерно две недели, почти две недели работали без организации, просто верили друг другу, и что надо сказать, что мы друг друга не знали перед этим хакатоном, да, мы совсем чужие, просто начали работать вместе, да, и потом уже, да, когда мы зарегистрировали, потому что мы поняли, что надо привлечь денег, что это растет так быстро, что надо уже думать посерьезнее, и нет, не было никаких проблем у нас. А есть какой-то, ну, не знаю, надзор со стороны, чтобы, ну, точно знать, что ваша платформа, или там любая, на самом деле, организация действительно занимается, чем она должна заниматься? Ну, это, конечно, вопрос про те ситуации, с которой я работаю в моей профессиональной жизни. Я могу сказать, что это общество, потому что, если организация сама прозрачно, она ставит свои отчеты, свой веб-сайт, да, что мы будем делать со всеми пожертвованиями, да, тогда уже вы знаете, вы можете верить или нет, но если организация ничего не рассказывает, ответы не дает на вопросы, тогда уже есть институции, которые могут проверять это. Еще один телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, мы вас слушаем. Я хотел узнать, как реально с волонтером рассчитаться за покупку, передать ему деньги из рук в руки, а может быть, можно ему банковскую карточку доверить свою, чтобы он мог рассчитываться в магазине. Спасибо за вопрос. Нет, мы никому не доверяем карточке и свои документы. То, как я знаю, есть два принципа. Один, что люди рассчитываются в интернет-банке, да, те, которые используют. Я знаю, что волонтер тоже рассказывал, что, ну, как бы он принес покупки, и они уже сразу, ну, потому что это пара секунд, да, в жизни, и они там, там рассчитываются. Или, как я сказала, с наличными деньгами волонтер говорит, сколько сумма, когда он покупку сделал, и вы оставляетесь за дверей, например, в банке, да, какой-то, или в мешке. Потому что вы не можете делать физический контакт с волонтером, все равно, да, нельзя его делать. Да, напоминаем, что у нас все еще действует очень жесткая рекомендация оставаться на расстоянии двух метров, если вы, конечно, не член одной семьи, поэтому, да, передайте с друг в руки, будет проблематично на расстоянии в два метра. Вот. Но я все-таки, уже, наверное, так немножко подходя к концу, вот эта история с помощью окружающим и такая волонтерская, такая благотворительная, насколько вам, не знаю, если у вас есть возможность сравнить с другими странами в Латвии, потому что мне кажется, что в Латвии очень много разных организаций, очень много людей, которые готовы и хотят помогать. Вот есть ли такое, что в Латвии действительно какой-то бум людей помогающих, или на самом деле это везде так? Сказать откровенно? Да, конечно. У нас нету бум. Нету? Я не чувствую себя хорошо, как человек, который работает с организацией, как я сказала, профессионально, потому что я вижу, что каждый хочет работать своим маленьким кружком. Например, в Литве это произошло так быстро, что им они взяли, они смогли в пожертвовании достичь двух миллионов евро, там работали все вместе. В Эстонии такое же самое волонтерское движение, у них было уже более тысячи волонтеров в одну неделю. Сейчас мы видим, что в Великобритании 750 тысяч, так что я должна быть откровенно, что, конечно, 350 звучит много, но мы очень-очень медленно идем вперед и еще мы очень медленно идем вперед с тем, как люди доверяют и спрашивают помощь, как они видят роль этих добровольцев в своей жизни или в своем муниципалитете. То есть есть какое-то недоверие к тем, кто просто помогает? Люди не доверяют, они думают, а как он так просто будет мне приносить? У нас все хорошо, люди сейчас в Латвии, я думаю, еще думают, что у нас все хорошо. Давайте тогда уже на последок, чтобы все услышали. Если вы хотите стать волонтером Palets.mai.slv, заходите или на Facebook-группу и проситесь там. На всех случаях сайт Palets.mai.slv, между Palets и Mai.s.defis, если вы записываете сейчас, я думаю, интернет и так найдет эту замечательную организацию. если вы хотите, чтобы вам предоставили помощь, вы либо пишите, тоже опять-таки на сайте или в Facebook связывайтесь, либо звоните по телефону 25, ой, так мне надо его открыть, на самом деле, я боюсь ошибиться, может быть, вы тогда назовете, чтобы я 25-66-19-91. Да, именно. Звоните или на сайт заходите, на сайте тоже есть специальная графа и часть сайта, которую нужно заполнить. Может быть, напоследок какое-то пожелание или напутствие людям, которые хотят стать волонтерами или которые хотят попросить помощи, что-то, что вы хотите передать, сказать? Наверное, это тоже самое доверие. Нам нужно больше доверять друг к другу и тогда уже мы будем с общества получше тоже. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была представитель общественной организации Паллиц-Платформы Паллиц-Майя с Инессой Вайвора, которая помогает людям, которые сейчас не могут из-за коронавируса выходить на улицу и сами совершать какие-то покупки. Спасибо вам большое. Удачи в вашей нелёгкой деятельности.